Почему мы делали одно и то же, но получилось по-разному. По-разному, кстати, да, получилось. У кого вкуснее? Сегодня мы с вами готовим лапша под тай или лапша по-тайски. Итак, начнем приготовление. Включаем плиту и высыпаем туда арахис. Но не сразу, а давай его сначала измельчим. Так, большим ножом придавливаем. Посмотри, посмотри, а что вы делаете. Лежит, дави. Все, давим, чтобы у нас такая арахисовая крошка получилась. И вот теперь засыпаем. Да все. Аптюля. Вот. Все, пока оно у нас нагревается, наш арахис, мы возьмем сейчас наши морепродукты, а именно, это кальмары и креветки. Теперь каждую креветку, смотри, они уже почищены, то есть здесь убрана такая черная, как, не знаю, ниточка у них. Вот. И нам нужно эти креветки вот так вот повдоль разрезать напополам. То есть, чтобы у нас получились две такие половиночки креветки. Получается, Саня? Да. Ну как, молодец. А тут и вторую. Отлично. Теперь кальмар. Кальмар режем буквально сантиметр шириной, такие полосочки или кольца. Вот такие вот колечки. Так, что мы делаем дальше? А дальше мы чуть-чуть наливаем масло. Сюда же варарить. Сюда же варарить. Прямо наливаем. И на этом все. Сейчас будем обжаривать наши креветки и кальмары. Сразу же мешать не советую, потому что необходимо, чтобы белок, скажем так, обжарился, свернулся и образовалась такая легкая корочка. Если начать помешивать сразу, то у нас продукт начнет вариться и разваливаться. То есть, не будет формы у продукта. Вот и нам необходимо сохранить его первозданный вид. Вот. Пока это у нас обжаривается, берем репчатый лук, режем меленько-меленько, мелким кубиком. Можно, конечно, обойтись и без лука, но в луке очень много витаминов. И отправляем туда нашим морепродуктам. Яйцо необходимо разбить сюда, и мы сразу же начнем интенсивно помешивать. Может, я разобила, ты будешь мешать? Да. О, нормально. На счастье. И начинаем мешать. Мешать, быстрее, быстрее, мешай. Родичка, почему у тебя получилась болтунка белая, а у шеф-повара желтая? Да, потому что у Родиона весь желток на полу. А, вот он, куда желток подевался у Родики. Ну, ты дай его, Роди. Все тщательно перемешиваем. Это острый, либо... Нет. Ну, то есть нет, остринка у него есть, но не такая яркая. А как называется? Так и называется соус под тай. А, соус под тай? В том, фирма. Как выглядит, да? Да. Маленькие такие. А лапша нужна какая-то специальная, либо тут уже на выбор, или какая есть дома? Какая есть под рукой, так скажем. Можно собу использовать, гречневую лапшу. Можно удон. Можно яичную лапшу, которая тонкая идет на рамен. Мы ждем, чтобы у нас выпарилась? Да. Теперь кинза. Процесс затягивающий на самом деле. Кинза, кинза. Помогать мне не надо. Слушай, что шеф-повара пахнет вторым блюдом вкусным, таиландским отроки, на стороне пахнет супчиком. Нет, все уже выпаривается. Все, можно выключать. Чуть-чуть подсолим. Все, хватит. Выключаем. Доставай со второго ящика вот такую глубокую тарелочку. А мы с тобой будем так? Да. Ну, да? Так, хребь. Смотри, как делает шеф красиво. Ну, как думаешь, Родион, кто в этом челлендже выиграл? Мне кажется, по подаче блюда выиграл шеф-повар? Или ты? Шеф-повар. Шеф-повар. А теперь будем дегустировать и посмотрим, у кого же получилось вкуснее. Сейчас мы будем дегустировать блюдо под названием Паттай. Паттай. Классический. Ну, все. Всем пока. Всем пока. Пока. Пробуем. Какая-то ротикное блюдо. Ага. Вкусно? Да, все берем. Шикарно. Шикарно. А теперь пробуем от шеф-повара пасту. А вот наверху кальвачик прямо сверху лежит. Ну, да? Подача, да? Ага. Почему мы делали одно и тоже, но получилось по-разному. По-разному, кстати, да, получилось. У кого вкуснее? Ну, на этот раз уже повкуснее. Мы опять проиграли. Ну, как так-то, я не могу понять. Ну, это, 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 ты сейчас попробуешь, это два разных блюда. Ну, да? Любое. Вообще.